Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка связана с музыкальными возможностями, а именно перед вами представлены ТВС наушники компании Ugreen Hi-Tune Mix 6. Ввиду того, что данные наушники пришли со склада, то понадобилось всего 6 дней для доставки. Ну и еще один момент, то что данные наушники стоили практически в 3 раза дешевле, чем на старте продаж, что можно уделить внимание. Хотя лучше проводов, а именно проводных наушников, пока ничего лучше не придумано. Ну, кому мешают провода, как вариант использования, можно применять вот эти вот беспроводные ТВС наушники, которые контактятся к смартфону через Bluetooth, ну, либо другим устройством. Кстати, проводные наушники этой же компании Ugreen есть на моем канале, и вы можете посмотреть их функциональные возможности. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Что из себя представляет упаковка? Приходит она вот в таком варианте. Раньше поставлялась она в полиэтиленовом пакете, сейчас мы изобрели пломбу. Неизвестно зачем. Ну, хотя, может быть, чтобы не было каких-то манипуляций с упаковочной пленкой. Потому что пленку можно и самим наклеить, тем более устройство позволяет. Да, еще единственный момент при доставке было обозначение, вот как вот здесь, что идет беспроводная мышка. Ну, у них есть беспроводные мышки. Ну, как вариант, может быть, страховка от нечестных доставщиков, чтобы они не увидели, что там поставляется. Ну, вот написано, что беспроводная мышка. Тоже было на пакете. Так, ну, вот здесь вот представлено, что здесь есть шумоподавление, участвует Bluetooth. Дальше здесь основные данные, где осуществляется производство данных ушей. Здесь X-Tune, здесь мы уже видели о том, что беспроводная мышка, хотя это не беспроводная мышка. Ну, и здесь вот у нас типа пломбы. Ну, и вот здесь вот представлены характеристики. Здесь есть шумоподавление окружающей среди до 35 дБ. Хотя все любые шумодавы, это, как обычно, влияет на звук, воспроизведение, ну, а также на запись вашей речи, ну, или трансляции вашей речи через микрофоны. Дальше здесь есть низкая задержка, 50 миллисекунд. Существует 6 микрофонов и хорошее качество воспроизведения музыки. Дальше используются кодеки AAC, CB, C. На предыдущих версиях X5 был еще P3X. Кстати, он очень бы хорошо подошел к смартфону Asus Zenfone 8 Flip. Там как раз и P3X есть. Ну, и там Hi-Res. В данном варианте здесь основные кодеки, которые используются для Bluetooth, TWS наушников. Дальше основные частоты от 20 до 20 килогерц. Дальше Bluetooth 5.1. То есть основные профили расписаны. Ну, кому нужно что-то посмотреть, можно поставить на паузу и увидеть, зафиксировать. Также здесь частоты работают от 2,4 до 2,5 где-то, гигагерц. Дальше здесь наушники идут по 100 миллиампер часов. Ну, а сам кейс 400 миллиампер часов. А, это зарядка. И зарядка осуществляется по USB-C протоколу. Зарядка непосредственно наушников полтора часа. Ну, а кейса, в котором они находятся, 2 часа. Причем там 10 минут, по-моему, зарядка дает часовое воспроизведение музыки, если вам не хватило. Данные зарядки, а так, где-то около 26 часов. Это если вы с кейсом. И около 6 часов применения наушников. И давайте вскрывать, смотреть, что там находится. Для этого открываем пломбу, срываем, вернее. Дальше, внутри здесь находится о том, как функционируют данные наушники. Здесь вот сенсорная панель. Для того, чтобы осуществить единичное прикосновение, это либо правое, либо левое. Это стоп-пауза. Дальше, только правое. Следующий трек, это тройное нажатие. На левое тройное нажатие, это предыдущий трек. Дальше, нажатие двойное, это поднятие громкости. Если нажимаете на правую, на левую, наоборот. Уменьшение громкости. Для того, чтобы ответить, это единичное нажатие. Переход из нормального в игровой режим. Здесь четыре раза нужно соприкосновение. И если вы более двух секунд держите левое, либо правое сенсорную панель на наушниках, то прекращается разговор. Внутри есть бешуры. Большие и маленькие. Пара. Ну а внутри, наверное, установлено среднее. Ну, вот такого плана кейс. Внутри находятся наушники. Здесь вон контакты в пленке. Давайте их снимем. Не просто их снять. Для того, чтобы заряжать ваши уши. И давайте также снимем слева, чтобы оголить контакты для зарядки ваших ушей. Так, все убрали. Ну, вот тут загорелись индикаторы. Тут есть шесть микрофонов. Тут находятся в разных местах. Что из себя представляет? Сетка. Чтобы не вскрывать. Внутри еще находится у нас инструкция. И какие-то документы. Инструкция у нас на нескольких языках. Но русского, увы, нету. Да, нету. Ну, если что, есть у вас комиксы в виде картинок. Дальше. Это гарантийные обязательства и декларации различных стран. Европейская, канадская и английский вариант. И еще внутри находится кабель. Кабель, который у нас идет USB-C на USB-A. От такого вида. И длиной где-то около 40 сантиметров. Обычный кабель у них. Давайте сейчас посмотрим, как функционируют наушники. Для этого сейчас подготовим некоторые элементы. А именно смартфон. Итак, давайте подключать наушники беспроводные Ugreen Hi-Tune Mix 6. Для этого используемся Bluetooth. Так, и как видим. У нас даже показывает заряд ваших наушников. Сейчас 100%. Давайте попробуем касание. Одно касание отключилось. Одно касание включилось по разным наушникам. Здесь снова отключилось. Здесь тоже можно включить. Так, два раза нажатие. Громкость выше. Раз, два. Так, здесь не получилось. Раз, два. То есть уменьшается звук. Так, три раза. Раз, два, три. Следующий трек у нас идет. Раз, два, три. Обратно возвращается. Четыре раза нажатие. Это у меня превращается в игровой режим, чтобы задержка была. 50 миллисекунд. Еще раз четыре нажатия. То есть это обратно возвращается в нормальный режим. Длинное касание около одной секунды. Это шумоподавление. И до трех секунд. Тут еще один какой-то режим есть. Так, ну давайте я установлю наушники в уши. Достаточно басовитый звук идет. Вот я их отключаю. Ну, ввиду того, что у меня здесь Hi-Res звук, то я могу выбирать те или иные предустановки. У меня есть эквалайзер. Я могу выбирать. И помимо этого у меня еще есть здесь местный эквалайзер. Эквалайзер, где я могу настраивать. Но компания Ugreen не предоставляет такую возможность в виде отдельного программного обеспечения. Если у вас есть внутри смартфона данная функция, вам повезло. Ну, а если нет, то придется слушать то, что у вас выдает смартфон на наушники. Ну, за исключением моментов, это когда шумоподавление у вас будет изменяться и обратно переход. То есть, если у вас нету встроенного эквалайзера. Ну, ввиду того, что смартфон, Asus Zenfone позволяет это сделать, поэтому я этим могу воспользоваться. Вот такие вот наушники Ugreen iTunes X6. Кстати, на обратной стороне есть кнопка сброса для заводских настроек, которую вы нажимаете, и у вас наушники сбрасываются до заводских настроек. Кейс достаточно хороший, матовый, но он заляпывается. Матовый пластик, здесь серебристый пластик. Ну, и сами уши тоже имеют глянцевую поверхность. Основную, за исключением только сенсорной серой, такой же, как и сам бокс. Тоже быстро заляпывается. Так, в первом приближении, если вам нужно, можно применять и использовать данные беспроводные ТВС наушники. И также давайте посмотрим, как функционируют у нас микрофоны, как они записывают звук, можно ли этот звук использовать при разговоре и так далее. Без шумоподавления и шумоподавления. Итак, приступаем. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофонов без проводных наушников Ugreen. iTunes X6 без шумоподавления, без обработки звука. Программа включения и монтаж. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофонов без проводных наушников Ugreen. iTunes X6. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофонов без проводных наушников Ugreen. iTunes X6 без шумоподавления, с обработкой звука. Программа обеспечения и монтаж. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофонов без проводных наушников Ugreen. iTunes X6. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофонов без проводных наушников Ugreen. iTunes X6. Шумоподавление без обработки звука В программном обеспечении монтаж 1, 2, 3, 4, 5 Проверка микрофонов без проводных наушников Угрин iTune X6 1, 2, 3, 4, 5 Проверка микрофонов без проводных наушников Угрин iTune X6 Шумоподавление с обработкой звука В программном обеспечении Монтаж 1, 2, 3, 4, 5 Проверка микрофонов без проводных наушников Угрин iTune X6 Итак, я вам продемонстрировал ТВС наушники Ugreen Hi-Tune X6, которые беспроводные, предназначены для применения при прослушивании музыки, контента и так далее. Каждый делает свой выбор, я свой выбор сделал, информацию об этих наушниках предоставил вашему вниманию, выбор только за вами. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно, всем удачных покупок распаковок, до следующего видео и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok